Подводим итоги матча. Футбол Стор Барракуда. Победа экипировщиков со счетом 3-2. Яков Лесин, Антон Шаманин. Яш, поздравляю с победой. Ну сколько там у вас была серия? Матчи 5. После Алании никак не могли победить. Были ничейные результаты, поражения. Наконец-то она родилась. Давай, делись первыми впечатлениями. Ну, наконец-то начали забивать, в первую очередь. Пенальти все равно не забили. Победа заслуженная, но Барракуде спасибо за игру. Ребята хорошо играли. Лично я удивился, они низом пытались комбинировать. Мы ожидали все-таки закидушки изначально, а они хорошо играли. Но победа заслуженная. Насколько было сегодня тяжело играть, вторую игру подряд за выходные? Напомним, что вчера у вас была доигровка. Да, не тяжело, потому что у нас 8 человек. Замен не было. Сегодня все новые приехали, которые не было вчера. И нормально сыграли. Сил много не потеряли. Ну, ты говоришь, сегодня результатом успеха стало большое количество забитых мячей. Что сегодня поменялось? Соперник был более удобный. Почему сегодня так аж три мяча? Вчера ни одного не забили, сегодня аж три. Ну, это загадка. Почему мы не забиваем, почему вы не забиваете. Есть моменты, но когда в пустые не забивают, тут уже не от соперника зависит, а от наших ног. И как бы соперник был, ну, как все, тут ничего не скажешь. Потому что пустые ворота надо забивать в любой момент. Вот и все. Антон, уступили. В прошлом матче ты стал главным героем против «Крысины» и «Нары». Там восторгались с тобой все и свои, и чужие соперники, и судьи, и организаторы. Что сегодня не хватило для того, чтобы очки заработать? Ну, во-первых, хочу поблагодарить команду соперника за игру. Своих парней поблагодарили за самодачу. Сегодня по самодаче вопросов нету. Немножко привезли себе второй гол, наверное. Ну, и с 2-0 вернулись. Потом где-то не хватает просто последнего паса уже, чтобы на хорошую ударную позицию вывести. В этот момент теряем мяч, там, либо неточная передача. Но вот этого и не хватает. То есть точную передачу отдать, чтобы пробить под хороший удар, могли забить бы. Ну, сегодня это не получилось. Насколько сегодня состав у вас был оптимальным? Помним, что прошлые выходные вообще были там, ну, с одной замены. Но я так и не понял, вышел этот парень на поле или вообще без замены играли? Ну, прошлую игру без замены действительно отыграли. Сегодня состав был оптимальный. Я думаю, что этим составом будем доигрывать сезон. Может быть, там одно-двоточных усиления будет. Ну, состав сегодня, по составу вопросов не было с заменами. Все, кто мог, все подъехали, поэтому... Ты пару интервью назад говорил о том, что какие-то ребята команду подвели, расставили неправильные приоритеты, какие-то сделаны, организационная работа в этой области с кем-то расстались или просто пожурили? Ну, как я понял, пожурили. Все-таки этим больше капитан наш занимается, Влад Чернов. Ну, я думаю, что ребята, которые тогда неправильный выбор сделали, все-таки выводы из этого тоже какие-то для себя сделают. И больше не будет такого повторяться. Будут приезжать на нас приоритеты, будут правильные. Ну, смотри, Барракуда неплохо начала. Даже там, если мне не изменяет, было в пятерке по ходу стартовых, я не знаю, сколько, пяти нентуров. Сейчас четыре игры уже не побеждаете. Скатились вниз. Давит, не давит или еще впереди большая дистанция? Ну, впереди еще большая дистанция, но это не повод раздавать очки сейчас. Будем стараться в следующих матчах ситуацию исправлять. Да, здесь соперники все сильные. То есть здесь нет такого, что легко дастся, тяжело играть. Стараемся от забросов уходить, низом катать, привозим. Ну, по-другому никак. Если мы хотим на этом уровне оставаться, то нужно учиться играть в футбол, а не в закидушке. Будем надеяться, что останемся в премьер-лиге в этом году и будем бороться. Надеюсь, что не за выживание, но за серединку надо побороться. Яш, ну мы каждый раз говорим, что футбол-стор хорошо играет, всех валят, хороший контроль, но вместо турнирной таблицы пока оставляет желать лучшего. Эта победа даст какой-то толчок к тому, чтобы сейчас начать восхождение наверх. Наверное, все-таки ваша команда хотела бы в Суперлигу выйти и там играть. Ну, конечно, но не будем уже зарекаться, уже много раз говорили. Конечно, хотим в Суперлигу, понятное дело, но надо прибавлять и прибавлять в реализации в первую очередь. По факту, ну, могли бы повыше быть, могли бы там в троечке даже оказаться, если бы все моменты забивали, ну, хотя бы 50%, было бы, конечно, полегче. Да что, просто реализация и все. Игра есть, но это видят все, нас это устраивает, как мы играем, но хотелось бы просто уже результатов добиваться, а не просто хорошо в футбол играть. Насколько команде не хватает отсутствующих уже длительное время Естимова, Солоева? Тяжело сказать, потому что я не знаю, как бы Естимов сейчас вписался в этот футбол и так далее, Солоев. Они сделали в один момент свой выбор, мы тоже сделали свой выбор. И получилось, что они не играют. Потому что у них не травмы даже, а просто они больше не играют? Они были травмированы, они будут, возможно, за нас играть, но это не я принимаю решение, это принимает главный тренер, но и весь коллектив. Посмотрим, что будет дальше. Пока загадывать не буду по поводу них. Спасибо, ребят, за ответы. Удачи в дальнейшем.